Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый вечер. Вот какую вещь я вам хочу сказать сегодня. Вообще, в индустрии зарабатывания денег, и в нашей индустрии, в сетевой в частности, больше всех зарабатывают те, кто известен, кто пользуется популярностью, имя которых у многих людей на устах, успехи и результаты которых других людей вдохновляют. То есть, надо быть откровенным и честным, зарабатывают больше всех денег те, кто известны. Если вас знают десятки людей, у вас один доход, если вас знают сотни, другой. Если тысячи, значит, ну, соответственно, а если миллионы, то вы богаче. Если у вас мозги в голове, и вы все правильно делаете. А то можно иметь и дурную славу, и ужасную популярность, которая кроме неудач ничего не приносит. Но я имею в виду с точки зрения зарабатывания денег, чтобы все меня поняли. Чем больше человек работает в сетевом маркетинге, чем больше он известен, чем больше он зарабатывал чеков, чем больше он набил себе шишек, добился результатов впечатляющих многих людей, чем перед большим числом людей он выступил, чем больше людей заходит на его сайт или на какой-то другой ресурс, на блог, чем известнее его фамилия и имя, логин, тем больше он, в принципе, должен зарабатывать денег. Ведь это же очевидно, согласны? Поэтому существует определенная несправедливость. Новичок, который приходит, он не имеет таких шансов, как человек опытный. Но это напоминает мне мою юношескую мысль. Когда я закончил учиться в военно-морском училище, приехал на флот лейтенантом, то мы за бутылкой пива друг с другом, молодые лейтенанты, обсуждали несправедливости жизни. В том числе такую, что вот пока мы молодые, нам по 22, 23, 25 лет, а мы вынуждены сидеть в железных кораблях, никому неизвестные, без денег, и с утра до ночи служить, сидя на корабле, не имея возможности выйти в этот мир, погулять, отдохнуть, повеселиться, в то время, когда кругом полно множество, кругом загорелых девушек, которые ищут знакомств, когда мы сами холостихи. Ну, короче говоря, полная несправедливость. А старый, толстый, как мне казалось, 45-летний мужик, да еще и лысый, да еще и седой, да еще и дряхлый, 45 лет, это же кошмар, думал я. Вот, а им почему-то уже пенсию дают. Но они справедливые. Вот дали бы нам пенсию, мы бы пожили, а потом, когда уже надоело бы нам красиво жить, мы бы пошли послужили. Ну, так, как вы понимаете, в жизни не бывает. Поэтому и в сетевой индустрии, чем ты известнее, тем больше денег. Ну, и что тогда делать новичку? Путь один. Только один, единственный путь. Другого пути нет, иллюзий питать не надо. Я вам со всей ответственностью заявляю. Если вы не станете известным человеком, у вас никаких шансов нет. Абсолютно никаких. Вы не будете зарабатывать ничего, ноль, зеро, зеро, ноль. Вы никому неизвестны, денег нет. Вы малоизвестный человек, денег чуть-чуть. Вы так известны в определенных кругах, кое-что получаете. Вы становитесь популярным, у вас начинает расти доход. Других вариантов никаких нет. Вы широко известный, повсюду, возвеличенный, прославленный, признанный специалист сетевой индустрии. У вас высокий человек. Других вариантов нет. Что для этого надо сделать? Можно ли стать известным? И как повысить свою известность? Это очень просто. Это очень просто. Это крайне просто. Я расскажу об этом завтра. Но хочу вам сказать вот какую вещь. Если ты известен, тебе уже не надо столько работать, как человеку, которого никто не знает. Ты можешь пользоваться своей популярностью и на ней уже зарабатывать деньги. Как делают многие умные люди. Ну вы же знаете. Кто-то читает тренинги, кто-то пишет книги, кто-то выступает на разного рода семинарах, обучающих за деньги. Кто-то продолжает строить организации, и каждое слово его имеет огромное значение. Человек сказал, и сотни тысяч людей побежали и купили продукт, который он порекомендовал в своей компании, оборот увеличился. Короче говоря, те, кто имеет большой популярность, сделают меньше, а зарабатывают больше. Значительно. Самое худшее положение у новичка, у того, кто стартует. Его никто не знает. Ему нужно обязательно приобрести популярность, известность. Сможет ли обычный, простой, даже без высшего образования, обыкновенный человек, различного возраста, и живущий в тьму таракани, не в столице, а в тьму таракани, в каком-нибудь занюханном районном центре. Сможет ли он стать известным? Да еще быстро сможет. Сто процентов. Сто процентов. Сто процентов. Обещаю. Знаю, как сделаться известным, настолько, чтобы в первый же месяц заработать уже тысячу долларов. За счет чего? За счет широкой известности. За счет популярности, которую можно приобрести за месяц. Как? Знаю точно. Расскажу в следующий раз. Я желаю вам удачи. Подумайте над своей известностью. Насколько известны вы в своих кругах. Удачи. Продолжение следует.